всем привет освещение не лето уже всем привет привет жду дарью всем привет дашенька сегодня у нас тема я не знаю как закрепить и как написать тему тема у нас биодобавки помахать дашенька заходи давай жду тебя сейчас добавляю так не поняла дашь попробую что-то еще добавить еще раз потому что почему-то не сработало странно даже добавь пожалуйста себя попроси вход вход попроси еще раз дашь меня слышь нет ага посмотреть выйти прямой эфир титова ожидание титова ждем почему-то она не подключается о отлично отлично слава богу а чё-то чё-то почему-то да не присоединилась сразу да всем привет мне чёй чёй-то потек на глаза видит видимо сейчас секундочку так что попробую если я прикреплю конечно тему на сегодня бады попробуй так может тебе получится потому что у меня я не знаю где и для меня это сложно нет у меня нет сам только человек может в этом отношении еще видимо нету изменений понятно ну в принципе этот как его у нас стоит описание в принципе мы все знаем о чем мы сегодня будем говорить я прежде чем мы начнем свой прямой эфир ой мы опять схожи ты в розовом и я тоже у тебя же розовый я не совсем розовый я не совсем как меня вместе все равно мы похожи так глаз у меня почему-то течет вообще эта тема такая настолько обширная одно дело я просто много лет вообще в этой теме потому что в 2012 или тринадцатом году я уже точно не помню давно я проходила обучение по нутрициологии и прям так конечно я не медик но понимание как это работает как вообще бады работают работают они или нет для чего они нужны у нас был очень хороший преподаватель она медик и потом нам выдавали сертификаты но через германию немецкий сертификат не успела я его достать чтобы прочитать точно мы получали сертификаты определенные по нутрициологии зачем я это вообще делал я просто знаю что сейчас огромное количество людей которые или категорически против бадов вот просто наглухо ни в какую не принимают или чересчур есть конечно средние которые более грамотно и осознанно подходит к этому вопросу для меня было важно осознанно подойти потому что в то время ну как только-только началось в россии вот это движение вот это биодобавки и очень важно было понять вообще это вред или не вред или это все-таки польза поэтому я говорю я специально прям изучала эту тему а тут вот готовясь к нашему эфиру начала просто специализированно даже знаете как прямо целые талмуды подготовила чтобы зачитать вам ну чтобы не быть голословной потому что я не биолог но в любом случае в этом направлении я точно понимаю кому что подходит и кому показано кому не показано то есть я в этом направлении разбираюсь и к чему я веду это я когда начала готовиться я увидела насколько обширная эта тема как с научной точки зрения как по конкретным составом потому как работают между собой витамины с чем они работают и будут работать или не будут я понимаю что сегодня конечно мы все эти темы не поднимем да да мы сегодня у нас смотреть да у нас основная с тобой задача вообще в принципе да было развеять некоторые мифы по поводу бадов вообще что это такое потому что действительно мы знаем и многие кто наверняка сейчас слушает кто присоединяется поставьте как раз сердечки чтобы нас слушаете да что вам интересна тема да что именно большое количество людей либо за то есть прямо таких два лагеря которые прямо только за бады и везде их пропагандирует а другая категорически вообще отвергает что это вред яд и так далее и мы знаем что в определенный период времени в россии было принято законодательно и вообще вообще как будто отменены были баллы бады да то есть это была прям регламентация новые законы и так далее талина вот смотри ты отчасти сказала по поводу того что ты проходил обучение почему это вдруг тебя заинтересовало ну как бы мы все питаемся мы едим и тем более я знаю что у тебя ребята когда были в америке перешли как раз на сыроедение и тебе очень много разной информации и в принципе ну ты тоже ешь рыбу и мясо как бы таких да внимательно следить за питанием зачем тогда бады нужны хороший вопрос дашь ну я просто понимаю что есть еще одно направление это полезное питание и мы ее пропагандируем давно с тобой да и марафоны проводим я прям хочу чтобы у нас еще один эфир был конкретно как правильно принимать бады потому что для того чтобы их принимать нужно обязательно прочистить организм но это отдельная тема но почему я туда пошла потому что первое что было это у нас компании появились биодобавки пришли они к нам с новыми компаниями которые присоединились нашу ну инфинум у нас были у нас так периодически были у нас была сопротель потом еще какие-то да там два-три наименования были да пропили это не бат получается я имею ввиду что какая-то добавка да и даже не добавка и и вообще нигде не было регламентировано чтобы пить вовнутрь это питье вовнутрь потому что тоже проходило обучение нигде не было прописано она действительно давала вот такой удивительный эффект она была наружного применения поэтому ее пищевую добавку нельзя воспринимать но в любом случае у нас появился продукт в компании для меня было очень важно потому что на тот момент я точно также относилась господи зачем это надо да и все остальное но могу сказать что на протяжении всех этих лет нисколько не изменилась на самом деле есть такая проблема что первая проблема которая есть в каждой семье это не полностью правильное питание чаще всего мы готовим и лишь бы поесть это как мой отец говорил ты живешь для того чтобы есть или ешь для того чтобы жить я все время задавалась вопросом что я очень любила покушать а на самом деле мы должны есть для того, чтобы жить. То есть правильное питание должно быть, должен быть рацион определенный сделан. Не просто рацион, а оно сбалансировано должно быть, потому что там и клетчатка, и витамины, и все, осознанно нужно это делать. Но чаще всего мы что, быстренько пожарили картошечки, быстренько там где-то приготовили пельмешки, нажарили котлеток, главное, чтобы поесть. И многие люди не понимают, почему начинается дисбаланс. Есть еще один такой момент, что, например, вот многие до сих пор, потому что наши мамы, они еще из того времени, когда по-другому БАДов не было, но были травы и сборы определенных трав, это было свое домашнее хозяйство, чаще всего у всех, в большей части. Я выросла, именно до пяти лет жила в доме, где у нас было свое хозяйство, своя зелень, свои ягоды, а потом были сады. Сейчас очень много людей, кто не держат сады и покупают это только в магазине, продукты питания. Я до сих пор не могу картошку покупную терпеть. А у меня выбора нет, я ее покупаю, но я просто понимаю... Не, ну понятно. Да. Я просто понимаю, что покупая определенные продукты в магазине, я четко осознаю, что если это не фермерское, то, соответственно, комплекс витаминов там практически не существует, потому что для того, чтобы овощи и фрукты росли, для того, чтобы они начали плодоносить, их было большее количество, то многие не очень аккуратно относятся к выращиванию и добавляют разных... Чаще всего наши продукты, которые обычные продукты питания, они очень быстро портятся. И для того, чтобы, например, наполнить полносуточную норму витаминов, микроэлементов, которые необходимы организму каждому человеку, нужно обязательно каждый день есть и фрукты, и овощи, причем в сыром виде. Но чаще всего в сыром виде единицы, кто ест. Это раз. Второй момент. Если брать фермерские продукты, например, именно специальные есть места, где продаются фермерские продукты, то стоимость фермерских продуктов вырастает в душе. Это очень дорого. И как бы мы не хотели, все равно большая часть наших людей зарабатывает очень маленькие деньги, и когда они получают эту зарплату, то они уже распределяют за квартиру заплатить, тут главное вермишелки побольше купить, картошечки купить, ну там где-то лучка, и где-то мяско купить, и все, чтобы хотя бы кормить семью. И очень редко овощи и фрукты покупают. Причем вот так, чтобы прийти и купить именно фермерское. Соответственно, в семьях и дети, и взрослые страдают дефицитом витаминов. Причем не просто витамина С, его можно пополнить через цитрусовые продукты, а идет нехватка различного количества витаминов. Я просто прямо специально записала, ну вот себе, я прямо зачитаю, чтобы не быть голословной. Зачем нам нужны БАДы? Вы знали, что некоторые питательные вещества наш организм не может самостоятельно восполнять даже благодаря правильному и сбалансированному питанию. То есть есть, это тоже отдельная тема, я думаю, что мы ее затронем позже. Даже если вы стараетесь следить за качественными продуктами, очень часто наш пищеварительный тракт страдает от того, что еда содержит переизбыток сахаров и жиров, потому что во многих продуктах действительно добавлены и жиры лишние, и вредные, еще и каково, и сахара. Это утомляет и перегружает пищеварительную систему. Но вот еще один момент, смотрите какой. Из-за того, что земля, вот раньше была земля более такая здоровая, не наполнялась пестицидами, и соответственно продукты, которые вырастали на земле, они были более полезными и более, ну как, сейчас земля истощается. Она истощается не просто от того, что ее наполняют непонятно чем, она даже истощается тем, что мы используем порошки, которые, вот, это тема бесфосфатный или фосфатный порошок. Мы, средства мыла для посуды, которая с химией, а не с этими, как вот, с фруктовыми кислотами, в этом ситуации мы это все отдаем земле. И наша бедная земля... Я тебе даже больше скажу, я просто помню, когда у меня бабушка с дедушкой занимались, у него прям было большое хозяйство, и они постоянно меняли местами. В одном месте садят одно, потом меняют, потому что они говорят, истощается, нужно поменять, для того, причем там, например, если там что-то садишь, то на следующий год там какую-то культуру нельзя, потому что она на эту почву не будет, то есть там она где-то окисляется, то есть прям такие очень интересные процессы, действительно, когда вот фермеры, они в курсе. Даже землю обязательно нужно кормить, а когда кормишь землю, я знаю, по-прошлому как делали тоже мои родители, что когда ее кормишь, там садить ничего нельзя, она должна пропитаться, ожить, а у нас происходит это бесконечный процесс, и очень редко до земли отдохнуть, потому что многие просто-напросто, ну как, важно деньги и все остальное, и вот смотрите, за последние 4 века капуста потеряла более 85% кальция, представляете, 85% кальция, то есть если мы раньше, если раньше наши бабушки, прабабушки ели капусту, они полный рацион, то есть суточной нормы кальция получали, здесь нет, и 80% железа, представляете, то есть восполнение железа, оно должно быть, многие говорят, что железа много в яблоках, но яблоки яблоку рознь, вот смотрите, а яблоки утратили 40-50% железа в настоящее время, и 40% витамина А, а также 40% витамина С, то есть те продукты, которые мы потребляем, их нужно потреблять, они необходимы, потому что, смотрите, в продукты, вот именно овощи, фрукты входят, комплекс натуральных компонентов, влияющих на организм, как общеукрепляющее средство, или качественно лечебные вещества, и они также входят в био, как его, добавки, но только там концентрация другая, а в продуктах питаниях там есть, то есть клетчатка, витамины, микроэлементы, сорбенты различные, многое другое, поэтому в данной ситуации важно думать о своем здоровье, что вы потребляете, какое количество вы потребляете, вот например киви, я знаю, один киви, он заменяет по содержанию витамина С, заменяет килограмм мандарин, представляете? Ну давно уже известно, что и про смородину, клюкву, вот сегодня я тебе рассказывала, что калина оказывается очень большое содержание витамина С, и иногда даже больше, чем принято считать в лимонах, которые мы, ну как, мандарины, лимоны, апельсины. Я вот картинку подготовила, не знаю, будет вам видно или нет витамин С, в каких продуктах содержится. Ну это плохо, потому что она не цитна. А, перец, киви, клубника, клубника, ежевика, и вообще, когда я просто-напросто вот искала, то я прям увидела такое, вообще, 39 продуктов есть, которых конкретно содержится большое содержание витамина С. А витамин С, я просто здесь сразу тогда, раз мы заговорили про витамин С, суточная норма витамина С, дозировка аскорбиновой кислоты зависит от возраста человека. Так, грудничкам до полугода достаточно 30 миллиграмм в день, грудничкам, детям до 3 лет нужно получать уже 45 миллиграмм, подросткам до 15 лет требуется 60 миллиграмм, для взрослых людей дневная потребность возрастает до 75 миллиграмм, беременным и кормящим женщинам нужно около 95 миллиграмм аскорбиновой кислоты в день, представляете? Я просто представляю, какое количество нужно съесть продуктов только по витамину С в день. Ну вот, смотри, я еще слышала такое тоже миф, ну я считаю, что это миф, да, чтобы быстро выздороветь нужно просто съесть много витамина С, я просто видела как-то эксперименты, что чтобы выздороветь нужно съесть что-то 2 или 3 килограмма вот как раз таки апельсинов, киви, то есть в разной дозировке, но это же кислота, да, это, причем мы знаем насколько она разрушает поверхность и это ведь убийственная доза для желудка, то есть когда ты столько съешь, там же желудок будет орать, ааа, помогите, теперь восстановиться. Да, причем знаешь, еще есть какой момент, есть еще такая ситуация, вот у каждого желудки определенное содержание желудочного сока, и у каждого оно разное, у кого-то есть холецистит, заболевание, соответственно, желудочный сок совершенно другой, и очень часто, например, есть люди, которые с определенными хроническими заболеваниями, где у них повышенная кислотность, и если не употреблять витамин С, то это будет меньшая сопротивляемость к простудным заболеваниям, это раз, если его употреблять много, то это будет повышенная кислотность, и это другая проблема, и опять же, когда начинаются простудные заболевания, сейчас коронавирус все-таки рекомендуется, хотя по телевидению многие врачи сказали, что это не значит, как с гриппом, нужно съесть много витамина С, много имбиря, и тогда вы коронавирусом не заболеете, нет, но повысить иммунитет, и сопротивляемость, это необходимо, но не, чтобы не было переизбытка вот этого, вот кислотности, повышенной в организме, потому что получается, это и польза, да, это про витамины С, да, а если взять про другие витамины, например, да, что, огромное количество, да, недостаток того же витамина Д, по-моему, витамин Д, скажу такой момент, про витамин С я все-таки здесь закончу, повышенную потребность витамина С испытывают курильщики, потому что одна сигарета разрушает 25 миллиграмм аскорбинки в организме, и витамин С это быстрая нехватка, быстрая утомляемость, одышка при незначительной физической нагрузке, слабый иммунитет, это первые признаки того, что организму не хватает витамина С, если не восполнить его норму, то как следует развивается цинга и разрушение зубов, и многое другое, но еще сразу страдает кожа, и поэтому именно кожа, то есть органы настолько забирают то, что есть в организме и потребляемость вот этого витамина С, если его не хватит, то кожа начинает страдать, почему многие косметологи стали делать витаминизированные продукты, а не просто БАДы, ты вопрос задала, я тебя перебила, прости. Я вообще хотела сказать, что если мы возвращаемся к теме БАДов, то получается, что мы можем разобрать любой витамин, и он бывает очень редко у нас в переизбытке, чаще всего нехватка витамина, вот, например, я просто знаю, мы на Урале с тобой живем, и у нас 100% практически у всех врачи прям заявляют об этом, что у нас недостаток йода, у нас прям страдает щитовидка и все, и плюс... Нужно очень аккуратно некоторым людям категорически противопоказать. Да, это я согласна. И по поводу витамина Д, да, это тоже распространенный витамин, кстати, тоже сейчас очень рекомендуют витамин Д, потому что он тоже способствует повышению иммунитета. Так, а что тогда делать? Вот смотри, получается, мы понимаем, что с пищей у нас столько не поступает витаминов, то есть тогда вариант у нас получается как-то нормализовать питание, или все-таки мы рассматриваем вариант БАДов? Вообще и то, и другое, потому что потребление только биодобавок, но поедание вредной пищи и невосполнение организма именно полезными продуктами, оно одно другое не заменит, потому что в любом случае, если ты ешь полезно, а потом это заедаешь каким-то Г, прости за выражение, организм тоже, он будет страдать, и он только будет работать на то, чтобы выбросить, и вот на этот антиоксидант, и все это, чтобы детокс какой-то сделать для организма, поэтому, конечно же, нужно пересмотреть свои продукты питания, это первый момент, но второй момент, нужно определить для себя, каких витаминов вашему организму не хватает, я понимаю, идем к врачу? А? Идем к врачу, да? Ну, во-первых, идем к врачу, потому что врачи вам сразу же скажут, есть специальные тесты, которые проводят, и на нехватку витамина D, и вообще нехватку чего-то, у меня, например, есть родственница, у которой ей категорически запрещен йод, ей категорически даже в соли нельзя, чтобы был йод, представляешь? То есть воду пить без йода ей нельзя, потому что йод там, это, если, например, мы не идем к врачу по поводу йода, то можно проверить себя, вот есть такой тест домашний, когда хватает вам витамина, ну, йода или нет в организме, берем просто-напросто вот здесь вот, делаем йодную сеточку, маленькую, вот раньше мамы делали йодную сетку, когда при простудах все такое, раньше это делали, а сейчас уже доказано, что это настолько вредно, что можно попасть настолько в просаг, потому что йод наносить на лицо категорически нельзя, и не всегда можно на грудную клетку, это тоже отдельная тема, но вот здесь можно наносить маленькую сеточку йода, и если у вас моментально кожа, прям в короткие сроки, съела эту йодную сеточку, ее нету, значит у вас нехватка йода в организме, если у вас переизбыток, вот сетку как нанесли, так она и будет, ну чуть-чуть посветлее, то есть это у вас переизбыток, вам категорически запрещено, но все-таки обязательно идем к врачу, во-первых, я еще один момент хочу сказать, многие воспринимают те, которые за бады, они говорят, вау, это лекарство, это панацея, и все такое, это не лекарственные средства, биодобавки, запомните это раз навсегда, если у вас есть хронические заболевания, или вы чем-то заболели вот так вот экстренно, какие-то простудные, нельзя лечиться одними биодобавками, ни в коем случае, ваш организм, кому-то повезет, это обычно бывает процентом, а кому-то не прокатит, и будут осложнения, обязательно необходимо пить лекарства, которые прописывает врач, не само лечение, а именно прописывает врач, а дополнительно употреблять биодобавки, потому что биодобавки это продукты, которые усиливают и помогают организму более... Употреблять свою функцию, да, получается? Да, да, да. Кстати, знаешь как, я когда сегодня готовилась, я прям вот увидела одну такую фразу, которую мне прям очень захотелось вам зачитать. Сейчас, сейчас, прости. Исторически сложилось, что во все времена люди использовали травяные лекарства, то есть для тех, кто против вадов, травяные лекарства для лечения болезней и вирусов, для снятия лихорадки и заживления ран, то есть раньше, с историей, это давно. натуральные средства могут обеспечить, облегчить боль, наладить пищеварение и играть роль релаксантов или стимуляторов. Поэтому, исследовав некоторые растения, ученые пришли к выводу, что порой их результативность не хуже, чем у медицинских препаратов. Но при этом обычно можно не переживать о возможных побочных эффектах, потому что при приеме каких-то лекарств могут быть побочные эффекты, как, например, прием антибиотика. Без него мы никуда, как бы мы не хотели, при сложных заболеваниях, но в то же время именно антибиотик рекомендуется пить с ферментами для того, чтобы не угробить свой желудок. И после приема антибиотиков необходимо обязательно брать и просто-напросто пропивать какие-то БАДы для того, чтобы вывести детокс, делать вот то, чтобы его вывести из организма. Так вот, виды БАДов, они разделяются на два направления. Два. Всего лишь два. Многие, я просто что хочу сказать? Многие думают, вот я пью мультивитамины, я категорически против БАДов. Кто-то говорит, я предпочитаю только нутрицепти. Кто-то говорит, я употребляю БАДы, я к этому хорошо отношусь. А кто-то говорит, я вообще все... А, еще, например, гемеопатия. А кто-то говорит, я ко всем абсолютно вот этим продуктам никак. Я только употребляю пищевые добавки, и я в этом уверена на 100%. Я сейчас вас, может быть, удивлю, может быть, разочарую, а может быть, обескуражу. виды БАДов. Что это такое? Все биологически активные добавки принято делить на две группы всего лишь. Это нутрицептики, это парафармацевтики или биорегуляторы. Первое, это, первое, это вот, которые нутрицептики, это препараты, восстанавливающие дефицит тех или иных веществ в организме. Прием этих БАДов, многие говорят, нутрицептик я пью, а БАДы категорически нет. Я витамины пью, БАДы не буду. Не буду ни в коем случае. Нутрицептики вообще появились уже 200 лет, как нутрициология существует. Но по каким-то причинам в России очень мало кто воспринимает нутрициологию. Единицы некоторые фирмы, которые производят и пропагандируют нутрициологию, но многие категорически против и говорят, это все лажа. На самом деле нутрициология это те же самые биологически активные добавки. Это и есть БАДы. Просто единственно признано в России, причем законодательно признано продукты нутрицептики считать биологическими добавками и называть их БАДами. В России принято называть БАДами. По сути, по своей, это практически одно и то же. Но я разделение сделала, прям определение нутрициологии, цептиков и БАДов, я потом вам зачитаю. Но вот здесь хочу еще раз пополнить и сказать такой момент. Прием именно нутрицептиков оправдан для людей, чей рацион далек от сбалансированного. Те, кто не употребляет полезные продукты, это вот прям показания к тому, чтобы употреблять нутрицептики. Это те люди, у которых, например, экология плохая, у тех, у кого, например, нету, знаете как, ну, большого количества, ну, например, если мы живем на юге, и тем более даже за рубежом, Кипр, вот я летала, в Турцию, там огромное содержание витамина, ой, этого солнца, соответственно, там огромное содержание витамина D даже в воздухе потребление организмом, и все продукты, которые там произрастают, они просто кишат большим количеством витамина D, в Сибирь, Урал, там, где холодно, там мало солнца, и там все продукты, даже которые произрастают, даже летом, они не могут восполниться в таком количестве витамина D, поэтому там организм не вырабатывают, у нас игру, да, когда с ребенком рождаешь, ребенка сразу говорят, можете с рождения и всю жизнь пить витамин D, ну так, в разной дозировке, поэтому, если вы понимаете, что, вот это как рекомендация, если вы понимаете, что вы не живете на Кипре, вы не живете в Турции, в теплых странах, то вам и даже не в Сочи, и не в Турции, то вам особенно, ну вот дети живут в Сочи, и они все равно потребляют биологически активные добавки, пищевые добавки, чтобы восполнять организм свой, поэтому вам показаны нутрицептики, БАДы, второе, вещества из второй группы, это парафармацевтики или биорегуляторы, вещества второй группы влияют на работу органов и систем, как правило, принимают и для профилактики или как вспомогательные средства параллельно с традиционной терапией и причем медицинской. То есть это больше те продукты, в которых содержание, концентрация витаминов определенных, она более высока. Кстати, знаешь, сейчас думала, какой же пример, я просто знаю, что сейчас слежу за некоторыми блогерами и сейчас пошла вот эта волна, что стали, например, капать определенные, какие-то витамины капают, прям капельницы после анализов чекапа полностью у организма, а какие-то ставят уколы, то есть прям уколы железа, капельницы с железом, то есть это, да, получается? Ну да, ну вот, например, когда мы заболеваем, если нас, не дай бог, ну вот простудные заболевания, например, как хроническое, нас кладут в больнице, то чаще всего прописывают обязательно капельницы с витаминами, а еще в придачу ставят именно витамины, витамины группы В, потому что именно витамины группы В, они очень хорошо влияют на ускоренный процесс выздоровления, потому что там сразу иммунитет начинает, как говорится, подбодрить иммунитет, чтобы он начал бороться с этими заболеваниями. Так вот, чтобы не попадать вот в такие ситуации критически, когда ваш иммунитет абсолютно не справляется, он абсолютно, особенно сейчас, когда вот эта проблема, вот есть категория людей, которые употребляют витамины, ну вот биологически активные добавки, в процессе всей жизни и питаются правильно, у них чаще всего проходят, чаще всего, не у всех, в зависимости от заболевания органов, у них чаще всего проходит именно заболевание вот этого вируса, коронавируса, она более в легкой форме, потому что организм все-таки он борется, он прям стоит за того человека, в котором он находится. Те, у кого ослабленный иммунитет, те, у кого заболевания есть определенные, то или боли в тяжелой форме, или не дай бог, все-таки это летальный исход. Поэтому сейчас особенно это показано, заглянуть в мир дополнительных витаминов пополнения своего организма. Таня, ну вот смотри, мы с тобой говорим про недостаток, а бывает так, что переизбыток, но все равно же дозы дозами, а можно что-нибудь переизбыток. Конечно, бывает и переизбыток, потому что, например, первый какой переизбыток может быть, что, например, некоторые биологически активные добавки категорически прям прописаны по возрастной категории, они прям написаны или с 3 лет разрешено, или с 14 лет разрешено, или с 20-летнего возраста, то есть возрастная категория прописана прям на баночке конкретно, это первый момент. Второй момент, есть определенные витамины и концентрации, потому что, что такое биологическая добавка? Это сформированная определенными учеными комплекс витаминов, то есть там, например, может быть витамина С совсем чуть-чуть, а, например, витамина какого-то другого гораздо больше, то есть так, чтобы шло воздействие на определенное направление, и есть, например, витамины, которые показаны только для гормонального какого-то улучшения, зачем это давать детям, категорически запрещено, как есть, например, мамочки, ну, немножко а-ля такие вот сбалмошные, они чуть ли не с грудничкового возраста начинают поить всеми витаминами, говорят, у нас это закончилось, простите, у нас это закончилось, ой, я буду это давать, не дай бог, и перекармливать своего ребенка до такой степени, что в конечном итоге, когда заканчиваются витамины в БАДах, ребенок не может справляться, его организм настолько напичкан, то есть есть витамины, биологические добавки, которые можно пить регулярно, это такие, как омега-3, 6, 9, это направление действительно показано, есть витамины, которые, например, группы С, их нужно пить, но желательно это пить именно в продуктах, каждодневно, чтобы это присутствовало, именно когда идут, например, сезонные какие-то заболевания, это весна, осень и зима, в более усиленной дозировке, это лучше как раз в БАДах или в витаминах каких-то, а не только в продуктах питания, но переизбыток витамина С может привести и к другим моментам, у меня, например, есть такая ситуация, много лет назад моя свекровь, она начала питаться без мяса, она начала конкретно быть вегетарианкой и она понимала, что в ее организме не хватит каких-то витаминов, у нее, ну есть, она ходила к врачам и врачи ей сказали, вам, вашему организму абсолютно не хватает витамина А, витамина А полезен, показан, ты смеешься, потому что знаешь эту историю, а нам на тот момент было не смешно, ей сказали не хватает витаминов, она категорически была против биодобавок и она начала просто в усиленной норме есть морковь, в ней огромное содержание количества витамина А, соответственно, особенно показана морковь, которая более яркого цвета, в ней намного больше витамина А, морковь, которая, в которой, вот, например, желтенькая, она там меньшее содержание, потому что именно цвет моркови, он показывает, что там большее содержание витамина А, она стала есть То есть не просто утром она стала добавлять во все блюда абсолютно морковь. Она натирала ее. И я знаю, что, например, морковку нельзя сырую без добавления именно или сметанки, или вот каких-то продуктов молочных, потому что она хуже усваиваемая, перерабатывается желудком, и желудок бедный, он ее очень сложно усваивает. Ее обязательно нужно перемешивать с чем-то, вот именно кисломолочные продукты. Тогда морковка будет усваиваться лучше. А раз она вегетарианка, соответственно, молочные продукты полностью убрала, у нее вообще в рационе не было. И она начала употреблять большое содержание витамина А. Через какое-то время мы не думали про морковку, она же безвредная. Поставьте сердечки, как вы считаете, морковка безвредна или вредна? Поставьте сердечки, кто считает, что она не вредная. Ну, морковь, ну, обычная морковь, которую мы едим все. Кто считает, что она не вредна, поставьте сердечки. И через какое-то время моя свекровь, вдруг кожа начала у нее желтеть. Мы подумали, что у нее желтуха, перепугались вообще ужасно. И когда она пришла в больницу и начали ее изучать, то оказалось, что в данной ситуации они сказали, что у вас переизбыток витамина А. Она не ела биодобавки. Она кушала просто полезную морковку, которая морковка полезна всем. Но переизбыток витамина А в организме настолько наполнился вот этим витамином А, что сразу бедная кожа дала прям вот реакцию. Но также витамина А, например, содержится в масле сливочном. Большое содержание витамина А в сливочном масле. У меня в детстве, когда детки были маленькие, у нас были проблемы с дерматозом. То есть прям кожицам мы думали, что это псориаз. Вот даже были вот такие мысли, что это псориаз. В конечном итоге врачи сказали, что это просто дерматология. То есть дерматоз. Реакция на какие-то продукты, еще на что-то. И слава богу, тогда был сапропель, мы его прикладывали, и он убрался. Но врачи сказали, что нехватка витамина А в организме дает вот такую реакцию на кожу. А биодобавок тогда не было. Соответственно, мне сказали, давайте большее количество морковки. Морковь они терпеть не могли дети. Их заставить очень сложно. Это взрослые грызут морковку, говорят, я наполняюсь витаминами. Будьте аккуратны, как бы не стали желтенькими. Поэтому дозировка, не, ну правда, переизбыток вот таких моментов. Или, например, начинают просто пить, есть отдельно витамина, и начинают потреблять его в больших количествах. Передозировка может быть точно так же. Многие начинают... Мы начали кормить детей сливочным маслом. Благо, детки были маленькие, поэтому у них больших проблем не возникло вот в этой ситуации. Но чаще всего уже доказано, что... Раньше мы думали, что весь холестерин в нашем организме вредный. Теперь уже доказано учеными, что есть вредный холестерин, а есть холестерин, который необходим организму обязательно. И именно в сливочном масле, сливочное масло, оно именно дает большое количество холестериновых бляшек, которые засаривают... Ну, я засариваю, я такое слово сказала, неправильно его произнесла. Наши сосуды этими бляшками, и, соответственно, потом начинаются вот эти наши проблемы и гипертонии, и многое другое. Поэтому в данной ситуации нужно очень аккуратно относиться к тому, что мы едим, и нужно точно понимать, каких витаминов не хватает. Чтобы... То есть, все-таки сбалансировано... Вот почему я отношусь к биодобавкам более лояльно, чем к большому количеству потребления в продуктах, потому что там действительно сбалансировано. Там специально добавлена определенная дозировка, которая идет именно суточная. А еще можно я вот здесь такой момент скажу? Очень часто делается это в капсулах. Замечали, что биодобавки готовы в капсулах? Многие говорят, фу, я это пить не буду. Капсула специально создана для того, чтобы те микроэлементы и те полезные вещества, которые добавлены в витамины, в капсулу, вот в этот витамин, чтобы оно не попадало в желудок, потому что наш желудочный сок может расщепить эти полезные вещества и в конечном итоге какой смысл пьем, какой смысл не пьем. Именно капсула, она попадает в желудок и чаще всего она не перерабатывается желудочным соком и попадает уже в кишечный тракт. И именно там она в кишечном тракте, то есть она после желудка, она попадает туда и там расщепляется. И именно там полезные витамины попадают, ну вот в стенки, и наш организм принимает полезные вещества. А многие что делают? Капсулу разрывают, выпивают, и потом говорят, что-то мне вообще бады не помогают мертвому припарка. Капсула не просто так сделана. Можно здесь быстро скажу? Капсулы бывают различные, бывают жесткие, и очень пить их неудобно. Бывают они мягкие, бывают различные. То есть вот даже эта тема, она очень обширная. Для чего делаются различные обширные... Ну смотри, тут еще есть один момент, я просто вспомнила, что есть такое понятие дырявого желудка. Это когда у нас, опять же, да, действительно, Альбин, должно быть все в норме и все дозировано, потому что мы начали, да, Татьяна про это говорит, что если мы питаемся неправильно, если у нас большое содержание глютена, а глютен не переносит, например, ваш организм, то у вас будут очень плохие вот эти вот... Ой, забыла, как они... На стенках сосуда вот эти сосочки, они будут разрушены, и проникновение всевозможных веществ будет нарушено 100%. И сколько ни пей бадов, витаминов, лекарств, ничего не всосется. Поэтому нужно начинать действительно с очищения, нормализации, и все это под наблюдением врача. И, Таня, такая тема, да, у нас немного времени осталось, мы решили в этот раз не перебарщивать. А можно я... Можно я прям зачитаю вообще, чем полезны бады, на что они влияют, чтобы уже действительно не перебарщивать, но вот не мои слова, а те, которые действительно я достала. Чем полезны бады? Бады и они способны регулировать обмен полезных веществ, способствовать кроветворению и правильной свертываемости крови, играть роль антиоксиданта, некоторые обладают свойствами, аналогичными к гормонам, воздействовать на ферментированные процессы, влиять на клеточное дыхание, активировать репродуктивные способности организма, способствовать формированию соединительных тканей, выводить токсины, укреплять сердце и сосуды, усиливать иммунитет, поддерживать электролитный баланс, способствовать стабильности кислотно-щелочного равновесия, благотворно влиять на микрофлору кишечника. То есть биологически активные добавки направлены все на это. Ну и смотри, да, я хотела как раз задать вопрос, и подведу итог тому, что ты сказала. Получается так, что действительно очень много мифов, очень много разных историй, причем страшилок, конечно, связанных с тем, что в определенный период времени на территории России вообще все было запрещено. Мы просто застали, да, когда у нас был большой объем. И потом у нас сейчас, мы говорим про то, что у нас продукты питания, даже те, которые, да, в капсулах, как БАДы и так далее. Вот мы как раз с Татьяной когда обсуждали эту тему, что она важна. Потому что кто-то боится купить, и что вроде как это вредно, кто-то идет в аптеку. А по большому счету, Таня, правильно я понимаю, что нам нужны витамины, все эти микроэлементы для нашего организма, чтобы просто правильно функционировали все органы и системы. И как они будут поступать, по большому счету, не то что без разницы, хорошо бы все с едой, но, к сожалению, наша еда не гарантирует... То есть я даже помню, не помню какой точно витамин, помню, что есть витамины, которые вообще не вырабатывают организм. Они должны поступать с едой. Если нету этого, то страдает та или иная система. Поэтому получается, что мы делаем? Если мы хотим оследить за своим здоровьем, идем к врачу, сдаем полностью все анализы на все витамины и выбираем те БАДы, нутрицептики, продукты питания, которые будут нам помогать балансировать всю... приходить в норму. То есть получается вот так вот. чтобы не было этих страхов. И тут очень важный вопрос по поводу как раз-таки производителей. То есть как не нарваться на недобросовестных, что ли, тех, которые там, не знаю, у себя в доме, в подвале что-нибудь штампуют. Какие есть у тебя рекомендации? Да, да. У меня есть такие рекомендации, как правильно выбирать. И я просто еще кое-что вот говорила про продукты питания и БАДы. По сути, по своей вот биологические добавки, которые прям четко направлены, и пищевые добавки, у них различие единственное просто в концентрации. То есть просто концентрация в пищевых, в пищевые продукты питания, ну, пищевые продукты, которые вот в капсулах, они просто концентрация более низкая. В БАДах, которые производятся и продаются именно в аптеках, у них концентрация более завышенная, и она более концентрированная. Соответственно, пищевая добавка, вот как пищевые продукты, они, получается, стоят меньше по стоимости, и это как практика, и это можно пить вот просто, ну, вот просто вот как вот добавлять к своей еде. То биологически активные добавки, там все-таки больше идет курсовое. И как с тем не столкнуться, вот не наткнуться на эту проблему, я, знаете, я прям подняла такой момент, ох, я понимаю, что нам придется еще один эфир делать. Смотрите, именно в 15-м году, из-за того, что огромное количество было БАДов, и причем подделок, фальсификатов, 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 да, и огромное количество было, которое продавало за бешеные деньги, на самом деле, это было непонятно что, и производилось непонятно где, действительно Россия именно сделала, и с января 15-го года, я прямо вот записала, с января 15-го года был создан государственный орган, регулятор, который начал регулировать этот процесс, вступил в силу федерального закона 31-го, 12-го, 14-го, номер 532-Ф3, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Соответственно, я, просто это длительная тема, соответственно, там были введены определенные нормы, обязательные правила, для того, чтобы была определенная сертификация, то есть вот прям вот жестко, и, соответственно, те, которые действительно производили, производители нормальные, на научной базе, разработанные на заводах, на фабриках производители, производили эти продукты, биологические добавки, они просто прошли в повторную сертификацию после 15-го. Какие-то перевели только в аптечную сеть и только в специализированных магазинах, их можно купить только в этих местах, если эти биологические добавки, вот продаются где-то вовне, с рук, то с высокой концентрацией, то это уже нарушение правил, поэтому, когда вы покупаете, например, в сетевых компаниях, то вы смотрите, что написано, если это написано, пищевая добавка, просто-напросто можно посмотреть на конкретные данные. Я прям вам четко зачитаю, я говорю, что я, похоже, вебинар буду проводить по этой теме, столько материала интересного. На что необходимо обратить внимание, розничная продажа БАДов именно осуществляется только в потребительской упаковке, только в конкретной. Информация о БАДе должна быть на русском языке, полной и достоверной, обеспечивая возможность правильного выбора товара, чтобы человек мог прочитать и точно понять, нужно это ему или нет. Наименование БАД и в частности товарный знак изготовителя, при наличии он должен быть товарный знак именно, где произведено и все остальное. А обозначение нормативной или технической документации, то есть если вы приняли решение именно попробовать и вступить вот в тот раздел людей пополнения витаминами именно биологическими добавками, то обязательно вот эти все пункты учтите, при покупке. Если эти все пункты есть, то проблем никаких нет, вы будете действительно помогать своему организму. Должно быть сведения об основных потребительских свойствах БАДа, то есть основные. Сведения о весе или объеме биологической добавки в единице потребительской упаковки и весе или объеме единицы самого продукта. Это я вот вам зачитываю, может быть вы потом переслушайте, запишите. Сведения о противопоказаниях для применения при отдельных видах заболеваний. Если есть без противопоказаний, это значит без противопоказаний. Получается, что если раньше эта деятельность не регламентировалась, то в России в 2015 году принят закон и так же, как лекарственные средства, они подлежат всей сертификации. Полностью. Вот смотрите, что должно быть. Свидетельство о государственной регистрации БАДа, удостоверение качества и безопасности реализуемой партии и БАДа, партии именно. Декларация о соответствии биологической добавки. Требование распространяется на биологическую добавку изготовления с 15 февраля 2010 года. То есть местонахождение, где это производится, то есть это все должно быть. Чем, почему я и доверяю наши, у нас не БАДы, у нас пищевые добавки, то есть продукты дополнительные к пище и то у нас вот эти все свидетельства, вот эти госреестры, все это полностью есть и каждый консультант компании может взять в личном кабинете, просто выгрузить прям даже в цветном варианте. То есть когда вы покупаете биологически активные добавки, обязательно попросите у, если вы покупаете с рук, ну, например, у консультантов компании, попросите сертификацию. Каждый консультант может и должен вам предоставить это. Это первый момент. Ну, давай тут сразу, потому что мы понимаем про то, что фактически, да, БАДы и пищевые добавки отличаются концентрацией. Ты сейчас просто сказала, что если вы покупаете БАДы у консультантов, у консультантов БАДы сейчас не купишь. У консультантов любых сетевых компаний можно купить только пищевые добавки, потому что в связи с этим законом все пересмотрели, да, как раз концентрацию. И у нас, я просто помню, да, были одни, стали другие. И многие, если раньше мы пили курсом, то сейчас мы можем ту же Омегу-369, шикарный продукт, пить регулярно, потому что он восполняет как раз все вот входящие в эту группу, да, витаминов, которые очень полезны. Сами я бы сказала, концентрация, которая есть в нашей Омеге-369, то ее можно пить просто постоянно, потому что концентрация там небольшая, это профилактика. Есть Омега-369 или просто Омега-3, Омега-6, они есть в аптеках, более концентрированные стоимость там за 800 и тысячу рублей идет. И там больше все-таки курсовое должно быть применение. Скажи еще, что ты хотела сказать? Вопросы есть? А, ну, мы с тобой, да нет, в этом отношении нет вопросов, просто я помню, что мы обсуждали этот вопрос, да, когда у нас были кто задавался, что, ну, покупать вроде Омега-дорогая, всего там 400 рублей, и я как-то заходила в аптеку, просто покупала лекарства, увидела, сколько стоят такие общепринятые, да, которые рекламируются, серия как раз БАДа, и что они стоили, там, что-то от полутора, там разные, да, добавки, полторы, две, три тысячи, да, тут один, один производитель, да, да, вот, и поэтому я говорю, пейте, говорю, сколько у нас консультантов и директоров компании, у которых пьют Омегу-3, 6, 9, уже на протяжении длительного времени, и дети в том числе? Ну, потому что, потому что, например, когда я была маленькая, то очень многие дети в шестнадцатом году страдали от рахита, и врачи просто рекомендовали мамочкам поить рыбим жиром, я помню, как я это ненавидела, боже мой, какой он противный, это же вообще безобразие какое-то, но мне каждое утро давали чайную ложку рыбьего жира, и не только мне, а вообще всех детей корни, просто боялись. Я вообще, по-моему, в садике раньше, да. Конечно. А что такое Омега-3, 6, 9? Что это такое? Скажи. Ты же знаешь. Я сейчас точно не скажу, потому что там очень большой состав. В каждой Омега... Что это? Кислоты. Ну, да, это жирные кислоты, и там получается, что Омега-3, Омега-6 и Омега-9, там несколько составов, группа кислот, которые очень необходимы. Мы можем восполнять это, едя регулярно очень хорошую жирную рыбу, вот, да, вот яйца, в рыбе просто очень большое содержание орехи, да, вот Татьяна как раз показывает. Омега-3, яйцо. А у нас получается, да, у нас получается состав очень крутой, потому что единицы, кто нашли такую классную концентрацию, когда 3, 6 и 9. Да. Поэтому, да, это сколько же надо рыбы съесть, при условии, что сейчас, да, ее пока довезут, она не всегда бывает айс, морскую, тем более. потому что в лесной, но там концентрация меньше, именно морская рыба показана. Извините меня, сколько красная рыбка стоит, ну-ка напишите. Красная рыбка около тысячи, по-моему, самая недорогая. Не переработана, а именно за мороженое, сколько она будет стоить. Если мы потреблять будем каждый день такую рыбку, вообще вопросов нет. Я понимаю, почему многие люди, которые зарабатывают, то есть крупные бизнесмены, у них большой, действительно, кошелек, и они, естественно, могут позволить себе более качественный рацион питания. Но, несмотря на это, они все равно употребляют биологически. Употребляют, да. В том-то и дело, что они следят за здоровьем гораздо больше, потому что они понимают, что самое качественное, во что они могут вкладывать деньги, это их собственный организм. Вот, поэтому... Все, есть еще какие-то вопросы? Потому что я бы могла много чего рассказать, тут много чего... на это. Да, это понятно. Я думаю, что давай сделаем так, что... Картинка витамин D, продуктов, где можно взять витамин D? Угу, грибы. Видите? Ага. Вот. Гринь очень хорошо понятно, что там еще? Ну да. Сыр, как я понимаю. Да, не цветное, да. Я эти картинки выложу на нашем этом, как его, в нашем клубе, где у нас есть инстаграм, и везде выложу, потому что полезные такие вещества. Просто одно могу сказать, что в любом случае нужно делать туда заход, необходимо обязательно посмотреть, знаете как, не с позиции, ой, я не знаю, и плевать на это, а именно попробовать и поискать. Если вы не доверяете нам, зайдите, пожалуйста, в интернет и обязательно найдите, потому что сейчас огромное, конечно, много чем вредно и многое другое такое тоже есть, но в любом случае это витамины, это всегда полезные вещества, которые добавлены именно или в таблеточках сделаны, или в капсулах сделаны. Это более концентрированная суточная норма, рассчитанная, проверенная и сертифицированная. Это не лекарство биологической добавки, это помощь нашему организму или не болеть и быть более здоровыми или это полезно восстанавливаться после заболевания особенно показано или это просто дополнительно к вашим лекарствам, чтобы усилить свойства лекарств и чтобы организм наш был просто. Вот, например, нутрицептики это как раз сопротивляемость болезням, потому что они запускают наши органы, наш организм конкретно направленного действия они запускают для того, чтобы мы могли быстрее наш организм справлялся. Потому что многие... Вот смотрите, лекарства, лекарства, они направленного действия, они идут для лечения конкретной задачи, для лечения конкретного органа. И, к сожалению, чаще всего мы, например, лечим одно, но калечим другое. Правильно? То есть многие лекарства, они помогут, например, от головной боли, предположим, но посадят наш желудок или еще того, хуже, чего-нибудь другое. Поэтому вот здесь вот лекарства нужны, но не забывайте про витамины и не забывайте про правильное питание и грамотный подход именно к своему здоровью. Вот я про это. Тань, тут Альбина задала вопрос про оболочку капсул. Она разная у всех и чем отличается? Она у всех разная. Я подготовлю эту тему, может быть, я сделаю просто в наших клубах клуб красоты и стройности, я сделаю, чем отличается, потому что есть специальная оболочка и она абсолютно производится по-особенному. Она получается в зависимости от того, куда должно дойти вещество, оно либо рассасывается очень быстро во рту, чтобы поступить, ну как вот есть витамины, которые надо рассасывать, чтобы быстро поступили через слизистую, какие-то должны дойти до кишечника, какие-то до желудка и вот видимо от этого зависит и сама структура вот этого волокна. Да, да. Почему рекомендуют запивать, если это капсулы, почему рекомендуют запивать большим количеством воды? Потому что чтобы прогнать подальше, чтобы оно быстрее дошло до нужного места и именно там наш организм начнет расщеплять вот эту капсулу и тогда витамины уже поступят именно как надо. Ну, спасибо, Таня, за огромное количество информации. Действительно, нам с одной стороны хочется все рассказать, но мы понимаем, что мы просто не можем, мы можем часами разговаривать, но все равно время ограничено, поэтому не хочется тоже и задерживать. Это и связано с ограничением времени в том же Инстаграме, да и большие эфиры, к сожалению, не все до конца досматривают. Поэтому на сегодня будем заканчивать. Если вам будет интересно, если эта тема для вас актуальна или какая-то прям вот ответить на такие-то, такие-то вопросы, это видео сейчас будет у Татьяны в аккаунте, пишите под ним вопросы, вообще пишите под нашими эфирами вопросы, и мы постараемся в последующих эфирах отвечать на них, то есть мы можем повторно взять подобную тему и еще дополнить. Мы можем написать какой-то пост конкретно по этой теме, где мы сможем выложить, например, и статьи, которые, вот, ну, именно по законодательству, на что нужно обратить внимание, для того, чтобы проверить или где это взять, то есть какие-то конкретные, мы можем прям даже сделать такой момент, чтобы действительно обезопасить всех, чтобы вы могли покупать качественный продукт, действительно восполнять свой организм витаминами и действительно быть здоровыми, счастливыми и помогать своему организму быть всегда молодыми и красивыми. Актуально? Да, продолжу. Спасибо большое. Ну что, на этом все, наверное, да? Да, на сегодня заканчиваем. Ты пьешь витамины? Я говорю витамины, подразумеваю пищевые добавки и биодобавки. Да, у меня сейчас прям определенный комплекс, который я пью. Я вот буквально вчера снимала обзор, начала пить наш новый wellness фитоконцентрат, причем сегодня не выпила, потому что забыла утром и понимаю, что его нельзя пить во второй половине дня, иначе я вообще тогда не усну. Он действительно, там есть вещества, которые очень так стимулируют. Я пью ноу-стресса, я пью наши коктейли, которые очень тоже много витаминов внутри, сбалансированный комплекс. Я пью омегу, я пью коэнзим, и я пью секреты востока. Наш мостоп не пьешь? Мостоп пропила, сейчас не пью. Да, пройдет у меня как раз секреты востока, он тоже, курс закончится, я начну следующий курс мостопа. А, имбирный напиток, слушай, ну, имбирный напиток, он же все-таки для вот иммунитета, там у нас имбирь, разогревающий, поэтому пока дома. Да, ну вот мы с Татьяной уже испробовали, когда у нас тут хондрили. Помогила это вообще великолепно. Вот, я также, причем для меня все-таки концентрация великовата, горьковатый, я детей заставляла, но я их уговорила только разбавляя половину дозы, и они у меня выпивали. Помогло, и я точно так же, но я полную дозу горячего, как только он остыл, я выпила под одеяло и спать, поэтому мне тоже стало полегче. Лучше вечером, потому что если, или если ты никуда не едешь, потому что... Да, и полежать, отдохнуть, поспать, да. Лучше утром выпить вот это вот, про то, что ты Дашь говорила в прошлом, в своем... Это концентрат, велнос, да. Это концентрат, который для похудения, который восполняет организм это витаминами. Кстати, у меня, знаешь, какое предложение, и будем заканчивать. Давай следующий эфир сделаем истории по использованию определенных продуктов, ну, разных продуктов компании Фаберлик, истории. Ну, кому что-то могу. Давайте сразу ограничим такой момент, потому что, ты же представляешь, использование косметики одной, декоративки, третья, средства для дома, имеешь ввиду про продукты здоровья. Не только продукты здоровья. Я бы, например, рассказала историю про, как его, про наш, господи, о, забыла, как называется, образ жизни, быстро, Доброген. Доброген, про Доброген бы рассказал, мне есть две истории. Родок жизни. Про Доброген можно было, давай просто подумаем, если что. Ну, давай тогда, давай тогда ограничим все-таки темой для здоровья, потому что, если мы возьмем вообще все истории, то, ты понимаешь, это эфир будет опять на два часа, потому что, ну, истории, тьма. Ну, короче, подумаем. То есть, следующий, тоже интересный, какой не скажем, следите за рассылкой. Тоже подумаем и обязательно это сделаем. Ну, что, все. Хорошо. Здоровья всем. Все, всем пока. Всем здоровья, спасибо, что пришли, спасибо, что были с нами, слушайте в записи, если вы что-то пропустили. Ну, а мы с Дарьей продолжаем нашу серию эфиров, давай поговорим об этом. Все, обожаю с тобой разговаривать. Да, до новых встреч. Всем пока, 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 пока.